Приветствую вас. Пандемия коронавируса унесла жизни уже свыше 800 тысяч человек. Почти четверть из них приходится на США. На 22 августа в Грузии общее число инфицированных новым вирусом составило 1394 человек. Из них вылечились 1132. Скончались 17 пациентов. Несмотря на то, что в Грузии до 1 октября продлили ограничения на международное регулярное авиасообщение, из Тбилисского аэропорта назначены чартерные рейсы. 25 августа Тбилиси Телавив, Тбилиси Миск 27 августа и 3 сентября, Тбилиси Стамбул 29 августа, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 30 сентября, а Тбилиси Киев 3, 9, 15, 23 и 30 сентября. Напомню, что в Грузии международное авиасообщение восстановлено только по маршрутам из Тбилиси в Мюнхен, Париж и Ригу. Грузия попала в списки иностранных государств, гражданам которых разрешен въезд на территорию Киргизии. В него также вошли Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Австрия, Белгия и еще более 20 стран. Сегодня утром до 2 августа самолет с госпитализированным российским оппозиционером Алексеем Навальным и его женой Юлией на борту приземлился в берлинском аэропорту Тегель, после чего пациента доставили в клинику Шарите. Сейчас специалисты клиники проводят обширную диагностику Навального. Между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным функцию посредника выполнил президент Финляндии. Напомню, что Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали в местной больнице. Его соратники по ФБК высказали мнение, что Алексея могли отравить. Учеба в школах Грузии традиционно начнется 15 сентября. Из-за угрозы пандемии коронавируса учителей и школьников ждет множество ограничений. Удачи всем!